И мы начинаем наш традиционный обзор по рынку. Начинаем немного не с традиционной монеты, это HBAR. Очень много шума сейчас вокруг этого Hashgraph, Hedera, HBAR, как ни назовите. И что я здесь заметил, интересная на самом деле тенденция происходит по HBAR к BTC. Посмотрите, в то время как многие монеты находятся во флете или даже в даунтренде к биткоину, HBAR у нас находится в устойчивом аптренде к биткоину, что, конечно, не может не радовать. И HBAR к доллару, если мы посмотрим, то тут вообще замечательная траектория повышающихся вершин и минимумов. И мы сейчас удерживаем недельную сетку EMA Ribbon. Если мы, конечно, не закрепимся ниже, а вот это были просто ложные фитили, то об этом можно говорить, о том, что это поддержка бычьего рынка. И я сегодня хочу вам высказать одну вещь. Я очень много комментариев получил под своими недавними видео, где я рассматривал MATIC. Давайте посмотрим MATIC. Люди меня неправильно понимают. Ребят, когда я вам показываю перекупленные альты, например, MATIC или там LUNU или что-то, я лишь говорю вам, что альт перекуплен. Когда я говорю, что, возможно, он пойдет вниз или что его неплохо пошортить хеджево со стопиком, потому что здесь белая точка, я не имею в виду, что это конец бычьего рынка и что это двойная вершина, когда я вот так рисую. Просто многие неправильно понимают. Я имею в виду лишь то, что этот актив уже выдал 10 тысяч процентов. Это с этим нельзя не считаться, ребят, даже 11 тысяч процентов. Я говорю только о том, что на балансе вероятностей лучше сейчас в долгую, в средний срок, в долгосрок покупать те альты, которые вот здесь лежат, и их даже не видно. Сейчас покажу, какие. И ловить уже вот это вот все движение, чем пытаться впрыгнуть в монету на хайпе, которая уже здесь и может локально откорректироваться. Но в поддержку быков я, честно говоря, смотрел долго и сам анализировал график, и думаю, что да, матик может подняться еще выше. Может, тем более он сейчас не просто на хайпе, а он действительно используется как рабочая сеть. Допустим, токены каста будут на матике, насколько я знаю, в первое время. Они будут и на эфире, и на матике. Но на матике, сами понимаете, из-за комиссионных издержек эфира только на матике остается его пересылать пока. Вот. Да и вообще, в принципе, потенциал-то есть. Потенциал к росту есть. Причем по матику к BTC, смотрите, он даже больший потенциал. Сейчас видите, параболический цар идут сюда, и зеленые свечи хайконаши свидетельствуют о том, что это восходящий тренд. То есть к доллару матик сейчас просто может затузымунить вообще вот так. Я говорю о другом. Эти альткоины, перекупленные на самом деле, нам свидетельствуют о том и показывают, что рынок быча еще не закончен у крипты. Посмотрите, как четко матик отбивается от сетки MA Ribbon. Не прокалывая ее ни разу на недельном таймфрейме и отбиваясь все выше и выше. Сначала от нижней границы сетки, да, ну, от средней, средней-нижней, потом от средней, потом от верхней, и сейчас уже вообще выше сетки. То есть на самом деле это то, что мы хотим с вами видеть в здоровом бычем тренде. То есть если вы посмотрите на эфир, биток, как они развивались там перед пиком 2017 года, да, там в середине, в конце 2017 года, они как раз именно вот так вот отпрыгивали от сетки. И многие думали, что это двойная вершина, начинали шортить, и после этого актив улетал в космос. Понимаете? Поэтому я лично, если честно, даже немного более бычий настрой сейчас у меня, чем был. Вот по Луне тоже, посмотрите, Луна, конечно, может в любой момент очень сильно дипануть, но тем не менее, посмотрите, как она четко отбивается выше сетки MA Ribbon. Как она вот здесь четко ее удержала. Луна к биткоину тоже, посмотрите, четко-четко отбивается от верхней границы сетки MA Ribbon. То есть, когда она вернется к ней в теории, вот там можно будет ее попробовать еще полонговать, если вы настроены по быче. Я лично настроен очень по быче, ребята, и понял, что даже эти перекупленные альты, которые я говорю, что можно пошортить, я вот забудьте все, что я говорил, не надо их сейчас шортить, ребят, ни в коем случае не шортите против ветра и раньше времени. Я просто вам говорил, что они реально перекупленные, и они обязательно уйдут в свой 98-процентный медвежий рынок когда-нибудь. То есть, уже 13 тысяч процентов, возможно, Луна даст еще сейчас 2 икса. Я просто вам говорю, что даже если даст, то лучше уже на таких альтах перекупленных присматриваться к шорт-позициям, чем пытаться их лонговать наверху. Вот, но меня дико, короче, радует, что я вижу такие штуки по альтам, по многим, потому что они внушают больше уверенности в том, что с битком все нормально, потому что, смотрите, биток, конечно, сетку MA Ribbon у нас тут прокалывает на хайканаш и свечках, и на трехневке уже проколол. Вот, и многие думают, что, может быть, это медвежий рынок, и тогда действительно все пойдет вниз. Ну, как бы, такое, конечно, быть может, но, знаете, не думаю, что будет так именно сейчас, потому что не было еще того хайпа, не загнано еще нужное количество хомяков на хаях в псевдоракету, и невыгодно манипуляторам не довести свое дело до конца, просто не запампить биток. Тем более, есть откуда пампить. Я вам только что показывал перекупленные альты, из них ликвидность начнет оттекать в биток. Все, вот, это все покажется флетом, то, что у нас было с вами. Флетом, из которого выход только один. А также, чуваки, зацените проект ПКТ. Это первый в мире блокчейн на базе пропускной способности. Блокчейн ПКТ работает с использованием полосы пропускания и платит монеты ПКТ-кэш каждые 60 секунд майнерам, которые подключают полосу пропускной способности к сети. Криптовалюта рассчитана на микротранзакции с общим объемом предложения 6 миллиардов монет. На добычу всех монет уйдет 63 года. Нет ни централизованного предприятия, ни компании, ни генерального директора, ни инвесторов, ни добытых монет. ПКТ разрабатывает новый стандарт токенов под названием Token Strike. Почти нулевой стоимостью выпуска и почти нулевой платой за газ. Эта технология позволит любому человеку осуществлять токенизацию и продавать свою пропускную способность на децентрализованных биржах, DEX. Эта технология в конечном итоге будет включать смарт-контракты на почти нулевую стоимость, минтинг NFT и практически нулевую плату за газ. По мере того, как все больше людей подключаются к сети, она превращается в глобального децентрализованного интернет-провайдера, работающего на основе людей, которые заинтересованы в подключении к сети. Сеть ПКТ предназначена для того, чтобы люди могли попасть в интернет без оплаты традиционного интернет-провайдера. Первый вариант использования сделать его таким, чтобы любой человек мог монетизировать свое подключение к инету и получать оплату каждые 60 секунд. Пользователи могут использовать свой компьютер, сервер или мобильное устройство для монетизации подключения к интернету и поддержки подключения к сети ПКТ. ПКТ-нетворк подобно кабельной компании, но без какой-либо компании, гендиректора или акционеров. Сеть управляется людьми, которые ее используют. pkt.cash. Ссылка в описании. А мы продолжаем. По альткоинам. Что мне сегодня импонирует из старичков, так это лайткоин. Вот мы тут с вами рисовали этот гигантский падающий клин. Помните, вот этот канал накопления, в котором мы все еще находимся уже очень долго? All-time low вот этот вот по лайткоину к биткоину. И посмотрите, что он сегодня делает. На недельном таймфрейме этого, кстати, даже не видно. Мы сейчас говорим с вами вот об этой маленькой зеленой свечечке. Но если вы включите часовик, на котором вы обычно торгуете, то по лайткоину у нас супер здоровый шептренд. Вот, видите? Также мы удерживаем сетку Ribbon и отскакиваем наверх. Это лайткоин к биткоину, кстати, прошу заметить. Лайткоин к эфиру тоже. Смотрите, как хорошо попер. То есть, то, о чем мы с вами говорили. Перевод вашего эфира в Dash, в лайткоин, в биткоин кэш вполне себя отыгрывает сейчас. Лайткоин к доллару, соответственно, тоже показывает рост. И XMR вчера показывал рост. То есть, что мы видим здесь с вами? Это то, что мы ожидали. Вот, собственно, разворотная дуга, да? Улыбка чеширского кота, как многие еще ее именуют. Поэтому, слушайте, тут же все понятно, на самом деле. Все это идет волнами. Сейчас, когда слишком много хомяков запрыгнут, оно может вот так сделать. Но в целом мы видим, что все смотрит наверх. И трон смотрит наверх к битку и к доллару. Это вопрос времени тоже, когда он стрельнет. Атом вон у нас уже летит с вами приличное время. Так, что еще там сейчас на хайпе? Нир протокол, да? Давайте посмотрим, как Нир протокол на недельках себя ведет. Вот, Нир протокол тоже показывает такую же устойчивую структуру. Ну, здесь совсем мало, конечно. Здесь он проваливался ниже. Пока вот ждем следующего касания сетки. Но в целом отскок от сетки показывает устойчивую структуру бычьего рынка. Нир к битку вообще, посмотрите, идеально. То есть, новые альты фигачат наверх. Старые альты фигачат избранно тоже наверх. Не соскамившиеся, а проверенные стопудовые. Эфир классик тоже, кстати. Ну, вот Эфир классик на недельках выглядит помедвежьим. Но если мы откроем 4-часовик, то он тоже начинает вот разворачиваться. То есть, вот чем нужны разные таймфреймы. Желтая точка на 4-часовике на Сайфере. Но на 4-часовике она не особо. Как бы вот 3 желтые точки, это уже, да, другой разговор. То есть, на 4-часовике первая желтая точка лагает еще, вторая уже близко к дну, третья, скорее всего, дно. И, как правило, мы закрываем. Первая желтая точка. Вот, собственно, на первой можно набирать, на второй, третий добирать, смещая среднюю цену входа в позицию. Но на 4-часовике, еще раз говорю, они не всегда идеально отрабатывают. Вот, поэтому, друзья, придерживаемся плана. Биткоин кэш тоже очень-очень вяло, но после трех желтых точек на 4-часовике начинает что-то там делать. И ждем, короче, по нему очень сильного отскока. Соответственно, и к биткоину тоже. На самом деле, к биткоину ждем от него суперсильного отскока. Смотрите, желтые точки к биткоину. И к доллару он просто улетит сразу на несколько тысяч долларов тогда. Basic Attention. Ну, Basic Attention, кстати, хороший аптренд. Он все-таки ведет себя как новый альт, хотя он не особо новый. И может, на самом деле, очень неплохо иксануть в этом сезоне. Avalanche тоже показывает аптренд, ребята. Все альты, короче, даже старые, сейчас показывают аптренд, на самом деле. XRP показывает W, вот только XRP пока даже не показывает аптренд. Dash тоже показывает W, первый заходной аптрендовый импульс. И сейчас тестирует сетку как поддержку. Поэтому, друзья, дисклеймер, нефинансовый совет. Всем Туза Муна, это был Гриня. Торговый стрим на Байбет замутим буквально в течение суток. И всем профитролей. До следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok